Добрый день, уважаемые дамы и господа. Для начала давайте поговорим вот о чем. Какое отношение к сетевому маркетингу на сегодняшний день в мире? Ну, скажем так, не в мире, а в наших с вами странах. Оно негативное. И вы прекрасно об этом знаете. Это считается непрестижно, это считается неинтересно. Есть целая куча всяких факторов. Почему? Давайте разберемся. Ну, во-первых, нужно совершенно четко понимать, что сетевая индустрия достаточно молодая. То есть это индустрия, которой на сегодняшнее время нет даже 100 лет. И эта индустрия, как любая индустрия, как банковская индустрия, как индустрия акций, облигаций, у каждой из этих индустрий было такое мутное время. То есть время мутной воды. Вот точно так же у нас в стране было время мутной воды, когда люди стояли на остановках, раздавали флайеры, когда люди ходили по квартирам, стучались, когда люди ходили по офисам, пытались продавать продукты. Вы знаете, что отношение к сетевому маркетингу очень часто негативное. Почему? Потому что если среди ваших знакомых есть сетевики, а скорее всего, что это есть, это люди, которых очень опасно приглашать к себе на день рождения. Потому что любой тост они сведут все равно к сетевому маркетингу, любой разговор они сведут все равно к пропагандированию стиля жизни в сетевом маркетинге, либо продукта. Они будут вас уговаривать купить этот продукт и так далее. Таких негативных примеров очень много. Ну, вы знаете русское народное выражение, ложка дегтя, она портит бочку меда. Когда мы думаем об этих негативных моментах, мы забываем о том, что существуют компании-миллиардеры. Допустим, такие компании, как Amway, такие компании, как Herbalife. Я сейчас могу много перечислять. Я называю, да простят меня остальные компании, я называю только компании, которые уже существуют достаточно много времени и очень известные. Компаний-миллиардеров на самом деле очень много. Что значит, что Herbalife делает порядка 8 миллиардов долларов годового оборота? Это значит, что порядка 4-5 миллиардов в год компания выплачивает комиссионными. Вот вдумайтесь, людям. На сегодняшний день доходом в 100 тысяч долларов в месяц вы уже никого не удивите в сетевом маркетинге. Задайте себе вопрос, сколько сотен компаний существует только на рынке стран СНГ? Огромное количество. И во всех этих компаниях сотни тысяч людей зарабатывают деньги. Да, безусловно, есть люди, которые не зарабатывают. Я с вами полностью согласен, как везде. И очень часто, и скорее всего, у вас есть такие знакомые, которые были в каких-то компаниях сетевого маркетинга, и вам говорят, я там был, я ничего не заработал, все это так, знаете, было плохо. Почему эти люди так говорят? Ну, давайте возьмем простой пример. Если вас уволили с работы или какого-то вашего знакомого, допустим, человек работал охранником, и начальник увидел, что в ночное дежурство этот человек вместо того, чтобы охранять, он просто спит. То есть, естественно, этого человека уволили. Что нам скажет такой охранник? Он скажет, что начальник плохой человек, что вообще он и не хотел там работать, и платили там малые условия для труда, и уважения никакого нет. То есть, он скажет все, что угодно, но неправду. Он не скажет, что это меня уволили по одной простой причине, потому что я не работал, я не справлялся со своей работой. Задавали ли вы себе вопрос, может быть, в сетевом маркетинге точно так же бывает? Вы слышали истории о том, что люди говорят, я потерял деньги в сетевом маркетинге. Но вы все прекрасно знаете, что для того, чтобы начать бизнес в сетевом маркетинге, нужно сначала купить продукт. Скажите мне, пожалуйста, как можно купить набор косметики, к примеру, и сказать, что вы потеряли деньги? Как можно сказать, что вы купили набор питания, набор бытовой химии или набор кастрюли? И вы потеряли деньги, вы купили продукт. То есть это то же самое, что купить холодильник, прийти домой и сидеть, плакать на тему того, что ой, я потерял деньги. Но холодильник-то стоит. Это очень обросло, знаете, так мифами, какими-то историями, да, то есть это такой некий пласт информации из разряда легенд и сказок. Но по большому счету вы можете сейчас сказать, ну зачем он ведь все рассказывает? Я могу вам сказать, для чего и зачем. В самом начале сегодняшнего разговора я вам сказал, я хочу пригласить вас задуматься. Давайте подумаем с вами, если не сетевой маркетинг, то что. Вот такой банальный очень момент. Чем может сегодняшний человек современной заниматься? Вы можете сказать, да, но зачем мне заниматься? Я задам вам простой вопрос. Хотите ли вы изменить свою жизнь? Очень банальный вопрос, который вам задавали, скорее всего, тысячи раз. Но я спрошу проще. Хотите ли вы лучше машину? Хотите ли вы квартиру или лучше квартиру? Хотите ли вы лучше одеваться? Нужны ли вам каждый месяц деньги для того, чтобы пойти в магазин, в ресторан и потратить их? Хотели бы вы путешествовать? Нужны ли вам деньги для того, чтобы оплатить образование ваших детей? То есть нужны ли вам деньги вообще для того, чтобы куда-то двинуться дальше, чтобы продвинуться вперед? Если вы отвечаете на этот вопрос, да, то, скорее всего, тогда вам нужно думать о том, где их взять. И вот давайте как раз об этом с вами подумаем. Давайте подумаем вот о чем. Какие возможности есть на сегодняшний день у современного человека? Их несколько. Скорее всего, что вы слышали уже вариант бесед на эту тему, но я постараюсь вам дать свой и опять же не скажу ничего нового. У человека есть возможность работать на работе, у человека есть возможность работать на себя, у человека есть возможность заняться традиционным бизнесом, и у человека есть возможность заниматься инвестициями. Давайте начнем с работы. Если вы работаете на работе, то, как вы понимаете, вы работаете на начальника. Безусловно, в основной своей массе люди рассуждают, что это стабильно, я нашел работу, вот это стабильность, это то, что серьезно, не то, что там какая-то ерунда. Но давайте посмотрим правде в глаза. Когда вы работаете на работе, вас всегда могут уволить. На сегодняшний день посмотрите, кого ищут по объявлениям в качестве работников. Вы должны иметь возраст, скажем так, до 30 лет, иметь два высших образования, опыт работы и так далее. То есть это гипотетически невозможно в принципе. Ну, я, конечно, сейчас утрирую, но вы понимаете, о чем я говорю. Кроме того, давайте себе представим, вот какая зарплата считается хорошей. 40 тысяч рублей – это хорошая зарплата? В большинстве городов – да. И большинство людей, которые сейчас сидят и смотрят это видеообращение, не имеют такой зарплаты. Но давайте представим, что 100 тысяч рублей или 150 тысяч, да? Скажем так, 5 тысяч евро – 200 тысяч рублей. Допустим, вам повезло, допустим, вам сейчас 20 лет, и вы сразу в первый же день нашли себе работу в 5 тысяч евро. Это хорошая зарплата, причем не только для России, но и для Англии в том числе, и для Соединенных Штатов Америки в том числе. 5 тысяч евро в месяц – значит, соответственно, за год вы зарабатываете 60 тысяч. За 10 лет вы заработаете 600 тысяч. Допустим, вы работаете с 20 лет до 60. Вы заработаете 2 миллиона 400 тысяч евро. Вдумайтесь. 2 миллиона 400 тысяч евро за всю свою жизнь. Представим, что из 2 миллионов 400 евро вы очень экономный человек, и вы каким-то образом сумели за всю свою жизнь накопить миллион евро. А миллион 400 вы потратили в процессе жизни. То есть получается, что 40 ваших лет оценивается в миллион евро. 40 миллионов рублей. Что вы можете купить на 40 миллионов рублей? За 10-15 миллионов рублей вы можете купить в центре вашего города квартиру, и вы можете купить хорошую машину. Все. Все. Вот это ваша цена. То есть теперь давайте посмотрим правде в глаза. У вас сегодня есть 5 тысяч евро, 200 тысяч рублей зарплата в месяц? Вам сегодня 20 лет, вы будете работать 40 лет? Скорее всего нет. Скорее всего вам сегодня за 30, за 35. Да? У вас уже есть дети, у вас уже есть кредиты, у вас уже есть работа, и вы на этой работе, скорее всего, работаете не первый год. И посмотрите, сколько зарабатывает ваш начальник, начальник вашего начальника. А теперь задайте себе вопрос. Да, когда-то, может быть, случится счастье, ваш начальник уйдет. Сколько людей на его место претендует? И почему только вы? А сколько людей претендует на место начальника, вашего начальника? Из чего вы взяли, что именно вы пойдете туда? Я вам задам другой вопрос. Вы знаете людей, которые вам говорили, ну, меня-то никогда не уволят. И вдруг их уволили. Вы понимаете, что однажды вы можете прийти на работу, и вам скажут, извините, до свидания. Что вы будете делать? Вот это рынок работы. Есть рынок бизнеса. Более интересный, безусловно. Для того, чтобы работать на себя, вам нужно получить хорошее образование. Вам нужно быть либо юристом, либо дантистом, либо дизайнером. Ну, то есть какая-то такая творческая профессия. Но здесь есть несколько моментов. Во-первых, вы должны получить хорошее образование. И основная масса из вас уже опоздала, потому что вы получили то образование, которое получили. И вряд ли вы сейчас пойдете получать второе образование. Если вы сегодня молоды, вы должны четко понимать, что хорошее образование стоит хороших денег. И это не всегда гарантия на сегодняшний день, что вы будете иметь хорошую работу. Если вы работаете юристом или дантистом, открываете свой стоматологический кабинет, к примеру, или свою адвокатскую контору, Вы должны четко понимать, что вы будете работать по 20 часов в сутки. Потому что вы работаете на себя. Вы не можете оторваться, вы не можете уехать, вы не можете поехать на месяц отдыхать. Потому что как только вы лично перестаете работать, вы лично перестаете зарабатывать деньги. Это касается всех, в том числе и звезд эстрады. Посмотрите, допустим, на наших знаменитых певцов. Да, они зарабатывают огромные деньги за концерт. Да, они дают эти концерты по 150-200 концертов в год. но представьте их жизнь они летают постоянно самолетах живут в гостиницах не видят свою семью не видят детей как только они остановятся то есть в этом безумном беге непонятно с кем на перегонки поток денег иссякнет вы можете сказать да но они накопят денег они значит отложит их в банк сольют их какие-то активы и все будет хорошо посмотрите на последний кризис банки полопались не только в россии но и в европе то есть это беспрецедентное событие то есть стабильные банки которые функционировали всегда были инвестиционными банками доверяли доверяли огромные суммы и далеко не глупые люди в один день бах и закрылись и люди остались без денег посмотрите на рынок недвижимости люди покупали квартиры дома за безумные деньги и на сегодняшний день цены очень часто упали либо рынок недвижимости замер продажи не идут и в чем идеология их накопление ни в чем можно заняться своим традиционным бизнесом еще лучше потому что бизнес не путайте с коммерцией бизнес это когда вы создаете некую маленькую систему либо большую либо еще больше да в которой работают люди и где вы можете уже участвовать совсем немного допустим открыть магазин на первом этаже вашего дома если он уже не открыт очень удобная вещь стопроцентное попадание всегда будет работать почему потому что всем нужно колбаса всем нужно купить чай хлеб молоко сигареты что-то выпить домой да и когда человек едет с работы у него есть два варианта пойти в большой супермаркет либо зайти в свой магазин и купить что-то в этом магазине ну как вы понимаете большинство заходит туда и покупает что-то там летом когда люди гуляют отдыхают вечерами то есть тусуются по дворам вот то вы сами прекрасно понимаете что слабо алкогольные напитки идут очень хорошо поэтому в принципе это даст вам возможность зарабатывать свои пять семь восемь может быть даже десять тысяч евро там 400 тысяч рублей в месяц может быть но для этого вам нужно во первых где-то взять эту квартиру лучше купить потому что если вы его возьмете в аренду как только хозяин поймет что вы раскрутили точку он вас попросит с этой аренды какой бы контракт не был и откроет свой магазин там зачем ему вы поэтому лучше его купить надо купить оборудование надо заключить договора с поставщиками закупить товар то есть инвестиции порядка двухсот тысяч евро то есть порядка 8 миллионов рублей они у вас есть если у вас их нет то в этом случае вам надо будет идти в банк брать кредит ну во первых почему вам банк должен дать кредит это раз во вторых вы прекрасно знаете какие процентные ставки и если вы зарабатываете 10 процентов от оборота а ставка по кредиту у вас 15 процентов да то возникает нормальный вопрос а как вы собираетесь отдавать этот кредит вы же понимаете долговая яма которая никогда не кончится кроме того то есть кризисы и вы знаете сколько магазинов различных продающих одежду и что-то еще по закрывалась последнее время но тем не менее это интересная система сама по себе она дает гораздо больше денег и рынок инвестирования но в последнее время вы знаете появилось очень много компаний которые рассказывают что деньги вот можно инвестировать и вы будете зарабатывать деньги просто так и так далее то есть огромные рисует прибыли проценты зачастую к сожалению это неправда но по большому счету рынок инвестирования давайте скажем так ну можно купить 10 квартир на сегодняшний день скажем в москве на тверской полутора двухкомнатных квартир и сдать их скажем там каждую по 5 тысяч долларов в месяц но каждая такая квартира вам обойдется в миллион долларов если у вас есть 10 миллионов долларов вы знаете как зарабатывать 50 тысяч долларов в месяц если у вас нет десяти миллионов долларов то вы не знаете как зарабатывать 50 тысяч долларов в месяц поэтому для обычного человека есть работа есть работа на себя если вам сегодня 18 или там 16 только закончили школу и есть рынок бизнес если вы выросли в семье бизнесменов все классно стартуете прямо сейчас не ждите ничего потому что у вас есть опыт вы можете этим заниматься если вы выросли не в семье бизнесменов которые занимались всю жизнь бизнесом это будет очень сложно то есть тогда по большому счету для 80 процентов людей как у которых которые не выросли до в семье бизнесменов вас остается только работать на себя все если кто-то знает еще какой-то способ как преуспеть ну расскажите мне его рассмотрим может быть проблема современного человека в том что он очень часто фантазирует знаете то есть он придумывает он думает что где-то потом завтра послезавтра однажды я вот тогда смогу и вот будет счастье найду кейс с миллионом евро не будет такого ребят и остается сетевой маркетинг заметьте где вы можете начать бизнес с минимальными инвестициями очень часто даже без инвестиций зависит от компании где тот человек который вас пригласил и его вышестоящие они заинтересованы в том чтобы вы зарабатывали почему потому что если у вас есть товарооборот вы зарабатываете но если у вас есть товарооборот есть товарооборот и у них и они зарабатывают то есть вас готовы обучать есть общение есть путешествия есть нечестная система есть совсем другой мир немножечко другой но немножечко в кавычках потому что обычный мир современного человека дом-работа 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 как заведенный то есть утром стал пошел на работу отработал произошел в магазин пришел домой посмотрел телевизор лег спать с утра встал пошел на работу в выходные если лето то на дачу если зима то тут уже как бы папа ситуации вот теперь вы решаете то есть интересен вам сетевой маркетинг или не интересен и факторить состоит в чем тысячи компаний десятки тысяч компаний по всему миру сотни тысяч миллионы людей работают в сетевом маркетинге эти люди зарабатывают деньги они изменили свою жизнь это касается каждой компании в каждой компании есть легенды в каждой компании огромное количество людей которые зарабатывают деньги хорошо мужской да ну как то я вот и сетевой маркетинг это же две разные вещи хорошо если вам платили 10 тысяч долларов каждый месяц тоже нет а если 20 тоже нет кого-то беспокоит что скажут друзья родственники и знакомые допустим однажды вы зарабатываете 10 тысяч долларов в месяц в сетевом маркетинге что скажут ваши родственники друзья и знакомые не конечно если вы не будете им как-то от этого чего-то кусочек отламывать то наверное не скажу что вы сволочи наверное будут правы но если вы купите своей жене норковую шубу я думаю она будет любить сетевой маркетинг если вы отвезете свою семью раз в год отдохнуть куда-то в пятизвездочный отель пусть в турцию или в египет я думаю они будут благодарны сетевому маркетингу вопрос сейчас состоит в чем или вы способны взять под контроль свой мозг и понять что да послушай ведь огромное количество людей этим занимается почему но не могут быть все дебилами идиотами может быть мне стоит действительно в этом разобраться посмотреть может быть я не такой как они уже не можете себя поставить на один уровень с человеком который вам пытается впарить банку какого-то продукта который вам не нужен вы ему же я не знаю вам 10 месяцев говорите отстань от меня мне не надо ну пожалуйста ну все не звони мне но больше но не беспокой меня он все равно навязчиво пытается вам объяснить что вы живете неправильно вы же не ставите себя на уровень с этим человеком но если вы не ставите значит вы можете делать сетевой маркетинг по-другому зачем сравнивать это не знаю что вы должны заниматься этим вы занимаетесь другим мы поговорим сегодня об этом но первоначально прежде чем об этом говорить задайте себе сейчас вопрос после которого мы будем решать продолжать наше общение или нет готовы ли вы вот отодвинуть все эти негативные моменты сейчас сторонку и не предвзято разобраться чтобы понять может быть вы из этого сможете извлечь выгоду а может быть нет но прежде чем вы будете отвечать себе на такой вопрос задайте себе вопрос такой вы знаете дональда трампа это миллиардер известная очень личность у него своя собственная компания сетевого маркетинга он идиот вы знаете компанию билайн выйдите к ним на официальный сайт они распространяют свои семьи сим-карты на сегодняшний день методом сетевого маркетинга на официальном сайте у них но правда они маркетинг план написали такой то есть они не профессиональные сетевики не понимают что они делают огромное количество классических компаний используют своей системе системы сетевого маркетинга посмотрите немножечко другими глазами это те вещи которые сегодня в состоянии заметить вы знаете в свое время когда развивалась очень сильно угольная промышленность я приведу вам такой пример и очень много людей работала там шахтеры зарабатывали очень хорошие деньги мой дедушка был шахтером очень хорошие деньги по тем временам это были безумные деньги и начала развиваться нефтяная индустрия и очень много людей оставалось в угольной промышленности и были люди которые пошли учиться на нефтяную промышленность пошли в нефтяные институты начали заниматься этими вопросами стали учиться и они постепенно перешли в эту молодую развивающуюся индустрию сегодня нефть и газ это вы знаете что это такое скажите выиграли эти люди или проиграли и почему они так поступили они увидели маленькие звоночки маленькие вот такие вещи как про которые я вам говорю сейчас они поняли ветер поменялся ситуация поменялась и скоро рынок развернется в другую сторону когда я пришел в сетевой маркетинг я думал о том что если бы я зарабатывал тысячу долларов в месяц это классно сегодня я в день зарабатываю намного больше в день намного больше и это все благодаря сетевому маркетингу поэтому думать и решать вам